МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда новостей телеканала Хабар 24 продолжает держать вас в курсе происходящего в студии Алмаз Ашим. Здравствуйте! Касым Жмар Тукаев на своей официальной странице в Твиттере поздравил работников системы здравоохранения с Днём Медика. В поздравлении говорится, профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, зачастую к жизни. Президент Казахстана пожелал всем медработникам здоровья, успехов и благополучия. Врачи Восточного Казахстана встречают свой праздник с новыми достижениями. На их счету за последний год почти 120 тысяч ранее не проводившихся высокотехнологичных операций и диагностических процедур. В областной больнице, к примеру, освоили еще один способ лечения пороков сердца. Он позволяет даже при серьезных дефектах этого органа проводить хирургические вмешательства малоинвазивным методом. Заслуги медиков тоже не остаются незамеченными. Лучших из них поздравили на торжественной встрече. Десяти специалистам вручили ключи от квартир. Областная больница в Усть-Каменогорске и Национальный центр кардиохирургии – давние партнеры. Столичные специалисты помогают врачам региона освоить самые современные методы лечения болезней сердца. В этот раз впервые в городе для 56-летней пациентки ведет операция по устранению дефекта межпредсердной перегородки. Малоинвазивным методом с минимальным разрезом. При этом уже привычные способы эндоваскулярной хирургии здесь не подошли. Есть два метода лечения данной операции. Это открытая и закрытая. Закрытая – это то, что называемое эндоваскулярное. То есть через прокол в ноге мы можем закрыть этот дефект, но при определенных условиях. То есть должны быть края, для того, чтобы так называемый, в народе называют зонтик, смог закрыть. Но у нее был огромный дефект, то есть не было возможности. Раньше в таком случае пришлось бы раскрывать всю грудную клетку. Учились проводить операцию малотравматичным способом, с доступом к сердцу через межреберный разрез. На помощь пришла эндовидеохирургия. Как раз пригодилось новое оборудование. В области за последние три года на оснащение больниц затратили почти 23,5 миллиарда цинге. Еще около 3,5 миллиардов пошло на обучение врачей. Они, прежде чем выполнить этот мастер-класс, они уже обучались, ездили в Германию, приезжали к нам на мастер-класс в течение года. Несколько раз приезжали совместно. У нас ассоциировали, помогали нам, мы показывали полностью. И прежде чем выполнить здесь операцию, шел длительный подготовительный период. Я думаю, да, все могут воспользоваться этой помощью теперь. Проводится в области большая работа по привлечению кадров. В больницы региона ежегодно приходят около 200 молодых специалистов. Приезжают опытные врачи из других городов. Единственное, что на новом месте есть сложности с жильем. Специально к профессиональному празднику медиков в Усть-Каменогорске решили и этот вопрос. Привлекли город Усть-Каменогорск для улучшения, оказания помощи, медицинской помощи в родуспоможении. Мы уже работаем с 2017 года. И вот сегодня мы являемся обладателями квартиры. Я очень счастлива. Всего на торжественные встречи в Усть-Каменогорске получили 10 специалистов. Лучших врачей отметили грамотами, дипломами. В целом в области свой профессиональный праздник сегодня встречают больше 20 тысяч людей в белых халатах. Анна Лисенберзина, Руслан Мухамедзиаров, Усть-Каменогорск, Хабар-24. К событиям в мире. Йеменские мятежники атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии. По сообщению боевиков, их дроны нанесли точечные удары по нефтехранилищу аэродрома в Абхе и по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Джизане. О пострадавших информация не поступала. Атаки стали ответом на авиаудары, возглавляемые рядом коалиции по жилым кварталам нескольких йеменских городов. В итоге этих налетов погибли мирные жители. Напомню, в Йемене уже несколько лет продолжается гражданская война. Ситуация накалилась в 2015 году, когда в конфликт вмешалась арабская коалиция во главе Саудовской Аравии. По данным ВОЗ, сейчас в помощи нуждаются почти 90% населения страны. В Гонконге возобновились протесты против изменений в закон об экстрадиции. Демонстранты также требуют отставки главы администрации Кэрри Лам. По данным организаторов, в манифестациях приняли участие примерно миллион человек. Напомню, в субботу власти на неопределенное время отложили рассмотрение закона об экстрадиции подозреваемых на материковой Китай, Тайвань и в Макао. Однако, активисты считают, что этого недостаточно и документ должен быть отозван навсегда. По их опасениям, в Китае подозреваемых грозят пытки, дача показаний под давлением, проблемы с доступом к защите. Пекин обвинения отрицает, а власти Гонконга заверяют, что цель поправок не позволит преступникам укрываться от наказания. Нью-Дели поднял пошлины на ряд американских продуктов. Всего в списке 29 наименований, в их числе фрукты, орехи, крупы и некоторые другие сельхозтовары. На такой шаг индийские власти пошли после переговоров с Вашингтоном. Консультации, отмечу, длились почти год. По сути, Нью-Дели таким образом планирует компенсировать убытки, которые несет от введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из Индии. Их Америка ввела в прошлом году. Продолжим выпуск. Они подвергают свою жизнь опасности, защищают других. День и ночь стоят на страже порядка и в любую минуту готовы оказать помощь. В суете обыденности мы порой не замечаем, как сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность казахстанцев. В преддверии профессионального праздника наши корреспонденты вспомнили подвиги настоящих героев. Двое сотрудников дорожно-патрульной полиции, лейтенант Абзал Молдашев и младший лейтенант Роман Байдиль, на автобусной остановке во время патрулирования в районе международного аэропорта заметили мужчину 65 лет, падающего на землю. Полицейские тут же поспешили на помощь, но мужчина уже был без сознания. Когда я увидел его, он лежал на боку с пеной во рту. Мы оказали первую помощь. Сделали ему прямой массаж сердца, искусственное дыхание. Периодически такие происшествия случаются. Я не считаю это смелым поступком. Это наша работа, наша прямая обязанность – помогать людям, особенно пожилым. Сама история произошла еще в конце января, но о ней стало известно только сейчас. О спасителях Серикпая Бокушева рассказали, когда он пришел в себя в больнице. Чтобы поблагодарить полицейских, мужчина лично пришел в полк дорожно-патрульной полиции столичного ДВД. Я нашел батальон, пошел к руководству, хотел выразить благодарность от всей своей семьи и сказать спасибо полицейским. Благодаря бдительности лейтенантов полиции эта история закончилась благополучно. В стране немало действительно смелых людей, подвиги и поступки которых нельзя забывать. Данай, Сатай, Хабар, 24. Участковый инспектор местной полицейской службы Ильяс Шахизаданов вместе с жителем поселка Гульдала вытащил из горящего дома мужчину. В тот день он заехал в село по делам и, проезжая по одной из улиц, увидел зовущую на помощь женщину. Ильяс, не задумываясь, бросился в охваченный огнем дом, в котором увидел человека. По словам сельчан, без помощи лейтенанта им бы вряд ли удалось спасти соседа. Сразу по приезду скорой помощи пожарных он уехал, после чего жители поселка разыскивали его, чтобы сказать спасибо, и нашли только через СМИ. В Павлодарском прииртышье меры по развитию сельского предпринимательства приносят успехи. Только в этом году в регионе по программе «Енбек» планируется выдать 432 микрокредита. Разработчикам всевозможных инструментов поддержки нужно сделать их еще более доступными и привлекательными. Так считают главы тех предприятий, которые сами несколько лет назад начинали с чистого листа и знают, как бывает непросто открыть свое дело. С теми, кто успешно прошел этот путь, встретился Салуат Тимирбалатула. Бизнесу Салтанат ровно три года. За это время площадь ее придорожного кафе расширилась, а в меню появилось много новых блюд. Качество обслуживания, удачное расположение у международной автострады сделали свое дело. Благодаря взятому у государства льготному кредиту и строительству придорожного кафе Салтанат смогла создать на селе 10 постоянных рабочих мест. А недавно она решилась воплотить в реальности свою давнюю мечту и построить мини-гостиницу для путников. Ведь с каждым годом поток туристов из соседней России в Казахстан только растет. Стройка идет по плану. Тут у нас будет банька, чтобы люди могли нормально помыться. Потому что многие едут из других городов и стран. Особенно дальнобойщики. Все бывают уставшие, всем нужно сделать остановку, немного передохнуть. Первый кредит в 3 миллиона тенге Салтанат уже погасила и взяла новые суммы в два раза больше. Самое сложное это начать. Многие именно этого боятся, потому что не знают, что тебя ждет, как все пойдет, хватит ли сил. Ведь есть и те, кто не смог дальше потянуть. Один раз ошибся, все, прогорел. А столько сил вложено. Государство должно гибко реагировать и делать все условия, чтобы помочь людям. Мы, например, всей семьей здесь живем в кафе. Сделали отдельную комнату. После расширения, думаем, принять на работу еще 5-6 человек. Желающих открыть свое дело население мало. Получается не у всех. Даже низкие ставки по кредиту в 6% годовых не спасают. Боя на улиц Габит Бердалин начинал производить кирпичи еще 5 лет назад. Причем прямо во дворе своего дома. Все заработанные деньги пускают на развитие небольшого предприятия. Говорит, были бы условия лояльнее, давно построил бы мини-завод. Протянул высоковольтную линию электропередачи длиной 600 метров. Взял специальный кабель, пробурил скважину, есть трактор. Три человека работают постоянно. За невозможное не берусь, а делаю то, в чем уверен и что мне под силу. Главное, спрос есть. Но от дополнительной поддержки никто, конечно, не отказался бы. Большинство боя на улицах берут кредиты для развития животноводства. По программе «Енбек» с начала года деньги получили 34 участника. В августе ждем второй транш для поддержки новых проектов. Люди приходят, спрашивают, обдумывают. В прошлом году получили 206 миллионов тенге и охватили 90 человек. Интерес у боя на улицах большой. В Павлодарском прииртыши для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства планируют выдать почти 500 кредитов на 1 миллиард 900 миллионов тенге. Причем львиная доля проектов приходится именно на сельчан. Сколько из них в итоге смогут удержаться на плаву и стать успешными бизнесменами, точно никто сказать не может. Салават Семирбулат, Ламарат Игельков, Хабар, 24, Павлодарская область. Республиканский фестиваль по скалолазанию «Бурабай-2019» прошел в Акмолинской области. Мероприятия посвятили году молодежи в Казахстане. Проверить себя на выносливость и покорить вершину скалы Охжет-Пес могли и спортсмены, профессионалы, и просто любители экстрима. По ходу трассы, я говорю, такие веревки. Можно по веревкам грузить их, можно по скалам лезть, понятно, да? Но вот страховка будет вот скользящий корабль. Инструктаж по технике безопасности – процедура обязательная. Ведь здесь наравне со спортсменами участвуют и простые отдыхающие. Но Александру Литовченко из Алматы покорение вершин – это обычное времяпрепровождение. Скалолазанием он занимается уже на протяжении 15 лет. У Казахстана скала, она именно техничная в плане лазания за счет того, что она положительная. И нужно очень много работать на ногах, на равновесии. Если мы привычны к скалам, где надо браться, зацепы, держать, все хорошо. Здесь надо именно на ножках продвигаться. Ну и шикарные виды, которые с нее открываются – это самое главное. Ты всегда наслаждаешься лазанием здесь, потому что здесь именно воздух вокруг, окружение, вид на озера, на сосны, на все это просто – это ее главное – жемчужина. Спортсмены и любители соревновались на протяжении двух дней. Самому юному из участников – 12 лет. Всех их связывает одно – любовь к спорту и воля к победе. Цель этого фестиваля скального – естественно, привлечение массовости людей к здоровому жизни, привлечение к занятиям скалолазания, то есть на природе, лазания на скалах, что есть такой вид спорта – скалолазания, альпинизм, то есть что он доступен, в принципе, и любителям на каком-то определенном этапе, то есть при обеспечении безопасности. Ну, естественно, и привлечение к этому курорту Бурабай, как изюминка Казахстана. До подножия скалы участникам необходимо было пройти около 300 метров. После их ожидал подъем высотой 150 метров. Несмотря на трудности, все задачи справились и остались довольны своими результатами. На вершине скалы всех участников ожидали памятные медали. Желаем вам здоровья, счастья и успехов в ваших начинаниях. По итогам соревнования лучшим были вручены ценные подарки. Этот фестиваль планируется быть ежегодным. Таким образом привлечь новых туристов в курортную зону. Азамат Казжанов, Анатолий Полян и Евгений Шинкаренко, Акмалинская область, Хабар-24. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok